И всем снова привет! В этой части расскажу про кнопки сброса затворной задержки, про увеличенные их версии. Соответственно, штатная кнопка, которая стоит на M2, на SBE Benelli, она, конечно, просто ужасная. Я не представляю, как ей можно пользоваться. То есть она тяжело нажимается, она очень маленькая, очень глубоко посаженная. Поэтому ее однозначно менять без вариантов, потому что она может вам очень сильно подпортить жизнь на каких-то матчах, каких-то там ситуациях, когда вам надо быстро закрыть затвор, открыть или зарядиться через окно, например. Соответственно, первое, что я приобрел в плане вот этих кнопочек, это кнопочка GNG, которая полностью меня устраивает до сих пор, я ее ни на что не хочу менять, потому что она очень хорошо сделана, она стальная, она ненормальная носичечка. Болтик вот этот, который ее держит, не требует никакого фиксатора резьбы, он ее держит просто наилучшим образом. И при этом, чем она еще хороша, это тем, что в комплекте она идет прям с перехватывателем. То есть, по большому счету, выбивается вот этот пин, и меняется родной перехватыватель на новый, вот с этой кнопочкой. То есть никаких вопросов в этом плане нет. Купил, поставил и забыл. По большому счету, она меня полностью устраивает до сих пор, ни на что ее менять не буду. Однако, у меня есть второе ружье, и на него я решил пойти аналогичным путем, но вместо того, чтобы покупать еще одну кнопку GNG, я из штатного перехватывателя попросил моего друга сделать вот такую вот штуку. То есть это просто кусочек алюминия, который был вырезан определенным образом, и в перехватывателе была сделана дырочка с резьбой под болтик. Никаких вопросов, все то же самое, работает отлично, я проверял. И даже я ее попросил чуть-чуть удлинить в сторону ствола. Это мне кажется более правильным решением. Как рекомендация, я могу сказать следующее. Что кнопочку лучше брать прямоугольную. Притом прямоугольную, у которой, скажем так, одна из сторон смещена вперед. Вот, допустим, Брайли делает такие кнопочки. Объясню почему. Потому что основная амплитуда, которую вы должны покрыть для закрытия затвора, она находится именно с этой стороны кнопки. Вот эта внутренняя часть, она по большому счету, ну, как бы и ни к чему. Я просто к ней привык, поэтому я ее оставляю, что на одной, что на другой кнопке, не считая ее чем-то, скажем так, мешающим. Значит, круглые кнопки, которые продаются или их можно сделать, не рекомендую категорически, потому что они абсолютно тупые и как бы намного удобнее в реальности прямоугольные. Плюс к этому надо стараться, чтобы нижняя грань кнопки как можно ближе шла к окну зарядки, но не перекрывала ее для того, чтобы не мешать пальцу при зарядке патронов в трубу. Вот, допустим, даже на ГГНГ-шной кнопочке во всех абсолютно рекламных буклетиках она должна стоять как бы вверх ногами, то есть расстояние вот это большое от оси винтика должно быть сверху. Но я ее поставил именно таким образом и считаю, что мне так удобней, потому что она находится чуть ближе к окну и, допустим, при зарядке через окно, при повороте ружья я могу ее как бы легче нажать. А это как раз именно та зона, в которой в основном приходится нажим. Вот как бы и все по этим кнопочкам. То есть есть они, конечно, и других производителей, такомовские, брайлевские, есть, если я не ошибаюсь, дмвшные, есть такие накладочки, которые уходят из-под цевья. Но, скажем, я их не пробовал, ничего по ним сказать не могу. Наверное, брайли она неплоха, но, насколько я понимаю, для брайли надо, опять же, делать самому отверстие в перехватывателе. То есть тот, у кого недостаточное количество инструмента для этого, или кто не хочет этим заниматься, ну, наверное, это не совсем вариант. То есть лучше взять кнопку, в которой идет комплект с перехватывателем. У вас на всякий случай останется запасной перехватыватель, что-то как бы тоже не совсем плохо. Как бы так. Все, всем пока.